Всем привет! Продолжаем знакомиться с творчеством, с работами художников. Сегодня я вам покажу работу художника Джона Файда. Шотландский художник. Родился 31 августа 1819 года. Пользуюсь я википедией. Данных не очень много, но что есть, то есть. Джон был старшим из шестерых детей в семье. Его братья и одна из сестер Сьюзен тоже стали художниками. Джон начал рисовать миниатюры местных жителей, когда ему было всего лишь 9 лет. До 11 лет Джон посещал приходскую школу Гиртона. В риженедельнике Карлс Дуглас Уикли, посетитель, за 19 августа 1831 года, было записано, что на экзамене в Гиртонской школе присутствующим было показана красивая и правильная книга карт, выполненная Джоном Файдом, как образец его многочисленных и разнообразных рисунков, которые до сих пор вызывали восхищение у всех, кто их видел. Это практически первое упоминание художника. Приезжает в Эдинбург в 1840 году и через год впервые представляет свою работу в Королевской Шотландской Академии. Уже в 1848 году он числится художником-миниатюристом. В основном рисовал религиозные, литературные и исторические сцены. Он выставляется в Королевской Шотландской Академии и Королевской Академии почти постоянно. Был президентом Ассоциации изобразительных искусств Кирку Брайта в 1899 году. В Соединенных Штатах его портрет Джорджа Вашингтона лег в основу портретной бюст-дравюры Уильяма Холла, младшего. Он был использован для иллюстрации статьи в журнале «Американская история» в 1880 году. Его картины, популярные в Викторианской Британии, сегодня можно найти в частных и государственных коллекциях, в том числе в Национальной галерее Шотландии. В 1859 году он помог собрать первый Единбургский артиллерийский добровольческий корпус из числа художников города и служил в нем лейтенантом. Участвовал в создании и развитии ряда общественных проектов, таких как «Часовая башня» и «Ратуша», которые были открыты в августе 1885 года его братом Томасом Файетом, к тому времени знаменитым академикой. Летом 1902 года Файет серьезно заболел, отправился погасить своей сестре Сьюзен Файет и умер там 22 октября в возрасте 83 лет. Был похоронен рядом со своей женой Джеймсом Магдан недалеко от Гейтхауса на церковном дворе прихода в Гирд. Известные названия его произведений составляют 278 номинований, часть выставленной в Королевской академии. Кстати, этот список считается неполным. Но вот так немного, данных не очень много, о шотландском художнике Джонни Файет. Смотрим картины. Пока-пока, до свидания.